Вот такие вот корпуса, здесь не знаю как что называется, трехэтажные, все основное, наверное, еще впереди, дальше домики вот такие вот двухэтажные, территория, конечно, огромная, потому что я посмотрел, где находится море, и оно находится очень далеко, так, по виду, то есть оно находится за территорией отеля, но настолько получается большая территория, вот идут уже корпуса разные, пальмочки, зелень, красиво все, очень красиво, уютно. Блин, плохо, что у меня нету смартфона айфона, вот в одном случае, когда можно переводчик, ну, что-то наговорил, он сразу перевел, вот только вот из-за этого, жалею, что я не пользуюсь этими смартфонами. Да, прошли мы уже, ну, как бы немного, но большущий он, большущий, конечно. Справа заборчик, значит, территория вся здесь слева, справа тоже, получается, не ваш отель-бан. Вот такие вот, я не знаю, что там писало про бунгало, не бунгало, вот это, наверное, скорее всего, что-то похожее, может быть, я ошибаюсь. Вот такие вот домики. Вижу надпись ресепшн, в принципе, там за пальмочкой, где там, наверное, уже и море находится, скорее всего. Справа заборчик, значит, территория вся вот эта, вот по левой стороне от меня, в принципе, может быть, она как бы и меньше, чем я изначально подумал, но я не знаю, насколько там в глубину. Вот такие вот домики, видишь, небольшие, как бы. Я думаю, что это и есть бунгало или бунгало, скорее всего. Комната 500, 600, 800, 900, вот в лево вижу надпись. Прямо ресепшн справа, скорее всего, что-то типа ресторана, наверное. Насчет спортивных площадок и всего остального пока не знаю, наверное, впереди, она находится ближе к морю, а может быть, даже там, где у них уже пляж. Возможно, там есть еще что-то на территории, именно. Рецепшн. Одни кошки здесь сейчас живут. Рецепшн. Спа. Отдельные. Оля, это супер-супер эксклюзив, но для всех, кто всегда летом собирается в этом сезоне. Сейчас 10 февраля, отель не работает. Это эксклюзивный обзор отеля. Вот бассейн большой. А экзит-чуси? Море, море. Пока. Есть. Бля, ты там за море переживала сейчас. А вот ресторан слева там. С моим английским, конечно, только это. Помню, как я искал экзит-чуси в этом на Кипре, короче. Там был смех вообще. Тогда я первый раз вообще, по-моему, общался с иностранцами. Так вот, бассейн. Душик. Слева вот это точно ресторан, я думаю. Здесь магазинчики, еще что-то. Ну, территория как бы большая, но не очень, можно сказать. А, тут вот еще бассейн. О, вижу, вижу. Море, да. Свой выход к морю получается. Сейчас посмотрим, какой пляж. Тут вот детские бассейны. Такой вот большой бассейн. Эксклюзивный обзорчик. А там песонка. Вот так вот это все выглядит. Ну, насколько я вижу, песок они привозят. То есть, я вижу, по-моему, мелкие камушки. И песочек привознут. Кстати, они его привезли. Они его еще будут раз... Раз это... Блин, как песок по-английски не знаю, честно. Здесь тоже вот у вас пляжный барчик, ресторанчик пляжный. Ну, вот, Оля, здесь песок, смотри. Песок. Песок. А там, чтобы туда не идти, вот туда смогу? Экзит, да, есть? Есть. Ой, сосеньки, варимач. Спасибо большое. Вот так вот, эксклюзивно. Человек со мной прошел. Терял время свое, так сказать. Ой, Оля, море зато обалденное, конечно. Ну, тут все, конечно, сейчас не оборудовано. Естественно. Вот, вот отсюда мы пришли. И... Все, назад я ему сказал, я просто обойду туда и выйду оттуда. Ну, сейчас покажу пирсик. Тут вот даже люди есть. Блин, а у меня собака реально... Я вообще в шоке, блин. Слышу, она за ногу так цап меня, но она за туфель. Кожа не прокусила. Она маленькая. Гавкала, гавкала. Я ж подхожу в наглую. Она обалдела, что я такой наглый. И это... Цапнула меня. Ой, а воздух... Оля, не пытаюсь подмазаться, но я тебе хочу сказать, что вот тут получается воздух общий. Вот я сейчас дышу. И я дышу здесь морем. Я вот не могу объяснить, в Алании нет вот этого вот морского воздуха, который я слышу сейчас здесь. Я вам завидую. Ой, какой кайф. Реально вот морской пошел, настоящий, знаешь, аромат такой. Просто сказочный. Шикарно, шикарно. Вот люди здесь местные отдыхают. Вот море. Оль, смотри. Значит, тут что я вижу? Вижу маленькие камушки. Вот такие. Заход в море. Никаких больших камней нет и близко. Есть пирс. Естественно, он сейчас разобран и все будет работать, все будет нормально. Блин, чего я тапочки нельзя? Сейчас бы тут и покупался. Пока Лена. Вот, смотрите, ваши пляжики. Вот ваша территория, вашего пляжа, которая будет облагорожена. Этот песок, естественно, они... Ну, он такой, песок с камушками вперемешку. Смотри, вот. То есть, никаких булыжников здесь нет и близко. Вот, вот тебе заход в море. Вот ты все видишь своими глазами. Никого не слушай. Я специально, Оленька, приехал, чтобы ты успокоилась. Ну, конечно, вот это все, оно еще не готово. Поэтому, имею в виду, что все здесь будет, конечно, красиво. Будут стоять лежачки. Все будет окей. До Алании ехать вам буквально до пляжа Клеопатры. На нем можно выходить. Или там, где Султан наконец стоит. Аладдин. Буквально максимум 10 минут ехать. И все. И там вы выходите, пешком идете на Клеопатру. Потом в центр. Ой, хочется верить и надеяться, что летом я здесь буду. Тоже, может быть, посмотрим. Ну, территория не такая большая, как я подумал изначально. Но вполне нормально все. Может быть, здесь наконец мы с вами встретимся. Так, главное мне найти теперь, где выйти на дорогу. Потому что я смотрю, тоже там пятизвездочки все. Где выход. Ну, а там, наверное, где-то. Иду вдоль берега вот немножко. Сейчас я видео-то закончу. Сделаю отдельное видео. Покажу просто вход, какое море. Все, Оленька. Оленька, вашей семье, всем также другим гражданам Германии, других стран, всем, кто будет отдыхать. В Касталия Клуб Виллэдж. Всем хорошего отдыха. Воздух здесь, друзья, действительно. Я не знаю, как это описать. Но воздух здесь почему-то лучше, чем в Оланье. Действительно, морской свежий аромат. Такой я просто, просто фантастический. Реально воздух. Ну, нет в Оланье. Нет, я не буду врать. Да, там хороший воздух. Все, но вот нет вот этого вот аромата морского, который я здесь слышу. Именно приятный. Я же сейчас постою, просто подышу даже. Все, всем спасибо за просмотр, друзья. Увидимся. Пока.